Прокомментирую я это видео Сергея. Буду снимать с худшей камеры, потому что ты можешь бесконечно долго записывать, только где-то 24 минуты, потом у меня как-то начинает не то звук отставать, если меня загружаю на ютубе, хотя по идее 29 минут должна записывать. В общем, какие-то блюки, какой-то брак там есть, и 23 минут, где-то 24 минут нежелательно записывать, или может 29-28 минут лучше не записывать. Поэтому, так как я не знаю сколько времени, я буду записывать, может много заговорить, да и там уже батарейка подсела, может выключиться в любой момент. Чтобы мой труд не пошел в роту под хвост. Буду записывать звук, чтобы было слышно. Виндос тут немножко психует, что-то не открывается. Тут звук регулирую. После гибернейта по этому может. Такие некоторые люки, темный экран. Головный миксер. Во! Тут и так максимальный звук. Вот тут, видимо, нужно будет подкрутить звук. На этих наушниках они большие, поэтому должны громко говорить. Тут не отмечено, в какую сторону надо крутить, чтобы был максимальный звук. Поэтому придется методом проб. Ключу и буду крутить. Сначала буду показывать, чтобы каждое его действие прокомментировать. По порядку. Ну тут, видимо, к Кириллу обращается, который у Руслана был. Вот тут у него катушка идет, потом вот провод идет вот на эту. Кстати, как он там, колодки идут. Клемы потом вот эту клемму идет. Тут идет и потом на эту клемму идет. Вот тут несколько этих вот использовал колодок, чтобы прикрутить лучше, держались они лучше. Внутри из него идут. Шесть метков. Конец, второй конец. Тут заземление идет, видимо, нижний конец. Он говорит, что тут у него граната 37,5 метров и тут 37,5 метров. Но тут где-то провод, я бы сказал. Может 1,2, может 0,8 миллиметров. И на 5 сантиметров диаметра трубе обе намотаны. Вот тут вот конденсатор последовательный, видимо, который с двумя витками включен. Это параллельно гранате и параллельно нагрузке, которые конденсаторы пачкают конденсатор. Он показывает желтый щуп из селлографа, где идет. Идет на темп. Вот конденсатор последовательный. А вот тут у нас параллельно подключена пачка. Три конденсатора пачка. И к ним селлограф подключен. Этим конденсатором. И вот один провод идет в атаку и в тэн. И второй провод тут идет в атаку и в тэн. И через крокодил. Через крокодил не очень желательно подключать. В принципе можно. У него тут телка собрана и качер. Вот это транзистор качера. Вот это стабилизатор напряжения или как он еще называется регулятор напряжения. Индуктор какой-то там. Вот это телка, видимо, а это драйвер для вот этих ключей пушпула. Я сперва думал, когда он говорит регулятор напряжения. Думаю, что за регулятор напряжения. Думал, это какой-то там преобразователь еще есть, который регулирует напряжение. Допустим, от 50 до 150 вольт. Это просто этот LM7812, наверное, какой-то стоит. Регулятор напряжения. Как его в даташите, по-моему, пишут. Волтеч регулятор, значит, что-то такое. Хотя стабилизатор напряжения как-то ему больше подходит. Это, как оказалось, истинно оказалась самая простая. Я думал уже, что за регулятор напряжения. Какой там, что там он нагородил. Какую-то сложную схему, видимо, придумал. Вот он с регулятором напряжения, как я сказал. Он показал вот на эту микросхемку, которая стабилизатор напряжения. С тремя ножками. Вот этот регулятор, по всей видимости, регулирует скваженность. А вот эту чистоту. Потому что у ТЛ-ки, вот она как-то оборочена. В этой стороне ближе будет поставить регулятор скваженности. А в этой стороне регулятор чистоты. Видно, как тут видно, что начало ее вот в этой стороне. Вот тут начало. И вот это, видимо, ТЛ-ка. Потому что ближе к ней поставится. Это драйвера. Вот можно даташи ТЛ-ки посмотреть. У меня тут как раз под рукой даташи та схема. Вот. Это вот скваженность регулируется. Он вот это начало. Он ближе к началу. А вот эту чистоту регулирует. Он ближе к этой стороне. Так и у него. Поэтому я сделал вывод. Такой сделал вывод. Что-то так. Что этот, повторюсь, скваженность регулирует эту чистоту. Тем, что ты пробует рассказать, но как попутанно рассказывает. Так и непонятно из его слов. Какой он чистоту выключает. Вот еще грушок, как у него намотан. У него сразу, как я понял, мотается двумя проводами вместе. Постой. Начало и конец одной обмотки соединяются в среднюю точку. А то другие концы идут уже на стоке транзистора. Это так лучше мотать. Потому что так равномерно на поле будет и на одном плече, и на втором. Равномернее будет распределяться поле по грушку. Так и Софьян рекомендовал мотать. Я с этим полностью согласен, что так лучше нам. И просто может так зато сложнее мотать. Только в этом недостаточно. В этом недостаточно. Вот так будет. И опять же. А вот так будет. Просто так будет. Ох, как может. Прервалось видео, мне не изменили, отключает. Качер, закорачивая базовый метер, тогда вот такая низкая амплитуда и видно, что частота ниже, это видимо частота проявляется того последовательного резонанса, который с индуктора. А тут уже частота повышена, тут уже проявляется частота резонанса, которая параллельна гранате. Отключает. Атена, крокодильчик, показать бы было хорошо, что показал бы крокодилограмму, когда он отключает этот крокодильчик. Тут 6 витков, но тут несколько перебор, если этот качер питается в каких-то 24 вольт, там можно 3-4 витка. Вот как, замотать тогда помощнее он получится. Только не понимаю, когда он закорачивает качер, почему-то у него вентилятор перестает крутиться. Может, это просто потребление падает и потому, что там вроде бы самобильный вентилятор, непонятно. Вот когда вот этот эмитер-базер закорачивает, слышно, как вентилятор какой-то перестает крутить. И, в общем, непонятно, от какого напряжения он питает, и от чего питает он, в благо питания или от чего. Он вот тут рукой вводит такие посвистывания, такие неслабые слышны, неслабые. Примерно как на илья такого одного тролета. Примерно как на илья такого одного тролета. Вот это у него виден и вентилятор, и, видимо, это радиатор. Вот как разливающийся. Примерно как на илья такого тролета. Вот это у него. Вот это у него. Ильт уже показывал, что частота меняется, когда он... Вот, даункафер прибавляет. То есть как бы это... Ну, выходит частота уже параллельно гранате. То есть это очень... Ну, того резонанса, который параллельно гранате там. Где-то в 3-2 раза выше. Так я посчитал, где-то 2 горбика видно. А тут вот 4 видно. Может, 4-5. Так я посчитал, где-то в 2-3 раза выше частота. Вот этот вентилятор смущает. Просто может... Точерь какие-то наводки делается. И скважина там вырастает или что. И поэтому потребление растет. И вентилятор громче начинает крутиться. Так как нагрузка появилась побольше. И тут как бы никакого оси нет. Просто какой-то эффект от наводок может быть. И всего лишь. А оси нет. Вот такого пищания у меня тоже нет. Как там... Многие показывают. Там руки водят. У них там все пищит. Видимо, у них как-то... Некачественно сделано. И ловит наводок полно. Поэтому пищит. Меня никаких наводок не ловит. Поэтому ничего не пищит. Только такая слабая посвистка не слышит. Частоту меняю. Либо вожу рукой над антеной. У него тут прям так сильно пищит. Микошел. 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 Редактор субтитров. Корректор субтитров.